Субтитры делал DimaTorzok И поучаствовать в передаче Это 971-319-1130 971-319-1130 И еще у нас есть один номер телефона Это 503-238-9000 503-238-9000 В нашей сегодняшней передаче Мы будем продолжать изучать Евангелие от Матфея Будем продолжать изучать и жизнь И больше, наверное, учения нашего Господа Иисуса Христа Нашего Спасителя Мы будем рассматривать это учение Именно так, как мы его рассматривали до сих пор В наших передачах То есть не всегда мы будем останавливаться на каждом стихе Или детально изучать каждый стих Но по-особому мы хотим обращать внимание на те аспекты На те стороны учения Иисуса Христа Которые показывают единство Его учения с тем, что Бог говорил ранее Через Своих святых посланников, пророков, Своих святых мужей Чьи слова записаны в законе, в пророках В других писаниях, как книгах псалмов И вот именно с этой точки зрения С этой стороны мы будем рассматривать учения нашего Господа И начнем мы сегодня с 8 главы Евангелия от Матфея И прочитаем первую историю, которая записана там С 1 и по 4 стих Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал Господи, если хочешь, можешь меня очистить Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал Хочу, очистись И он тотчас очистился от проказы И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай Но пойди, покажи себя священнику и принеси дар Какой повелел Моисей во свидетельство им Мы знаем из книг закона, что проказа была довольно древней болезнью Еще в книгах закона Бог дал особые постановления Как поступать с этой болезнью И что делать человеку, когда он очистится от этой болезни И мы видим здесь довольно необычные слова И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай Но пойди, покажи себя священнику и принеси дар Какой повелел Моисей во свидетельство им То есть мы видим, что наш Господь Он не противоречил тому, что сказал Моисей Или Бог через Моисея не отменял это Но фактически сказал человеку Пойди и сделай это Брат Александр, что Вы можете сказать тоже по этим словам? Да, я задумывался над этим Когда читал о проказе И есть несколько видов проказы И есть, как только проказа появилась Никаких, как говорится, особых исследований И проб не надо проводить А сразу отлучали человека или изолировали То есть вид заразы этой Действительно, которая заражает и переносится на других людей Этот вид проказы, о котором здесь говорится Она, ну, в еврейском тексте называется Проказа цараат Вот этот вид проказы Поражает человека, который не бережет своих уст И вот именно человек, который дар речи Или свои уста использует На распространение какого-то злоречия Нехороших мыслей высказывает против ближнего И именно в Новом Завете это говорит злоречивый И когда рассматриваешь эту болезнь Оказывается, чтобы убедиться, что именно эта болезнь Заключался человек на семь дней, когда его осматривал Первосвященник И когда его определял первосвященник, что это та проказа Он его отлучал, заключал на семь дней После этих семь дней проверял И если проказа не углубилась, осталась в том же положении И волос не сделался белым, а остался нормальным, черным То священник заключал его еще на семь дней И после этих других сем дней проверял его И если это оставалось так же, после этого объявлял его нечистым И он должен был в разодранной одежде провозглашать, что он нечист Вот этот метод, так сказать, объявления себя нечистым И этот метод изоляции этого человека показывает Она не является, и эта история показывает, что это не является заразной болезнью И потому человек, значит, изоляция этого человека заключалась в том Цель этой изоляции Во-первых, чтобы он не заражал своими речами других А второе, чтобы он задумался, раскаялся и получил исцеление И вот именно я так вижу и так задумался и хочу высказать свою мысль Если обратить внимание, как говорит Иисус Сырахова в последней главе Он говорит, в награду мне Бог дал язык и им я буду восхвалять Господа Значит, уста человеку даны не для злословия, не для распространения плохих изречений А для прославления Господа И, как сказано у Сырахова, я даже хотел бы прочитать про то, как Писание наставляет человека Что делать, когда нам даны уста? Еще раз это будет 39 глава из 15 стиха Еще раз мыслив, расскажу, ибо я полон, как луна в полноте своей Выслушайте меня, благочестивые дети, и растите, как роза растущая на поле при потоке Издавайте благоухани, как ливан и как лилия Распространяйте благовоние и пойте песнь Благословляйте Господа во всех делах Величайте Его и прославляйте Его хвалою Его Песнями, гуслями и прославляя, говорите так Все дела Господа весьма благотворны И всякое повеление Его в свое время исполнится И нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все в свое время откроется То есть этот отрывок говорит, что человек использовать уста должен для хвали Бога Для прославления Бога и для возвещения Его воли, Его правды В основном для этого даны человеку уста И ни в коем случае не советует нигде Писание, чтобы устами кого-то злословить О ком-то распространять плохие и непроверенные слухи Что приведет к нарушению девятой заповеди Вот так я рассмотрел коротко Давайте мы продолжим чтение восьмой главы Евангелия от Матфея И прочитаем сейчас с пятого и по тринадцатый стих Когда же вошел Иисус Капернаум, к нему подошел сотник и просил его Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает Иисус говорит ему, я приду и исцелю его Сотник же, отвечая, сказал Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой Но скажи только слово и выздоровеет слуга мой Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов Говорю одному пойди и идет И другому приди и приходит И слуге моему сделает то и делает Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры Говорю же вам, что многие придут с востока и запада И возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном А саны царства извержены будут во тьму внешнюю Там будет плач и скрежет зубов И сказал Иисус сотнику, иди И как ты веровал, да будет тебе И выздоровел слуга его в тот час Вот такая история, описанная нам Матфеем Из жизни нашего Спасителя Которая показывает удивительную большую веру Того человека, который даже не был из народа Израиля Что можно сказать по этим словам? По этим словам можно просто возрадоваться и прославить Господа Что великий Бог наперед запланировал и наперед предупредил, так сказать, и возвестил Что не только народ израильский призван служить Богу Но будут иметь возможность приходить и многие народы из иноплеменников И иноплеменные народы смогут приходить и прославлять Господа И служить Господу И в этой главе именно показано Именно то, что, как сказал Спаситель Говорю же вам, что многие придут с востока и запада Именно это выражение показывает Имеет, так сказать, ссылку на то, что Бог говорил еще издревле Например, Господь говорил еще в Второзаконии В 32 главе Моисей передавал это народу И говорил такие слова От имени Господа Возвеселитесь, язычники, с народом Его Я беру только часть этого стиха Возвеселитесь, язычники, с народом Его Язычники могут, так сказать, возвеселиться с народом Божьим В том, что им дано право быть со наследниками Составляющими одно тело И быть сопричастниками тех же обетований Как это написано в послании Ефесянам В 3 главе 6 стихом И вместе со святыми еще возвеселиться Как это сказано в Откровении в 18 главе 20 стих Я этот стих постараюсь прочитать В 18 главе 20 стих Здесь говорится так Веселись о всем небо И святые апостолы и пророки Ибо совершил Бог суд ваш над ним То есть над Вавилоном И теперь, значит, язычники, которые разделяют веселье и радость С народом Божьим О том, что они имеют возможность Быть причисленными к народу Божьему Через нашего Спасителя Нашего Господа То они вместе со святыми Вместе с народом Божьим Возрадуются и возвеселятся За те справедливые суды Божьи Вот что можно сказать По поводу этого отрывка Прочитанного, как здесь сказано Что многие придут От востока и запада От севера и юга И возлягут в царстве С Авраамом, Исааком и Яковом С наследниками этого обетования А как мы видим История за историей То ли это описание жизни Нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа То ли это описание Его учения Или передача Его учения Мы видим удивительные параллели С Его учением С Его жизнью И с тем, что Бог говорил ранее Не правда ли? Мы читаем в книгах закона О проказе, о том, что нужно делать И мы читаем, что делал наш Господь Когда был на земле И что Он делал, когда Он исцелил человека От проказа Что Он говорил Потом мы читаем в книгах законов Пророках о людях из язычников Которые тоже будут служить Богу И здесь мы читаем снова Историю жизни нашего Господа Как Он исцелил слугу этого сотника И сказал, что Как ты веровал, да будет тебе А перед этим Он еще сказал тоже Удивительные слова Истинно говорю вам И в Израиле не нашел я такой веры И когда мы читаем далее Эту главу Мы снова можем увидеть, что Жизнь Мессии была тесно связана С тем, что Бог говорил ранее В Своем Слове Фактически вся Его жизнь Его учение Оно настолько Находится в соответствии С тем, что Господь говорил ранее Что Господь открывал ранее Что это просто удивительно И удивительно также то, что Многие люди этого не замечают Но говорят наоборот Что когда пришел Христос Он начал учить чему-то другому Начал делать по-другому Чем Бог заповедовал Принес совершенно новое Противоположное Предыдущему учению Учение и так далее Да, кое-что в учении Христа Было новым О чем мы говорили В прошлых радиопередачах То есть Он по-новому Более глубоко раскрывал Смысл Божьего учения Как возможно не делали это Другие еврейские учителя Но это и не удивительно Потому что Он был Сыном Божьим Но в то же время Противоречий мы не видим Мы видим наоборот Полное соответствие Полное единство Божьего учения Именно так нужно читать Библию Мы должны читать две части Библии То, что называется Ветхий Завет И то, что принято называть Новым Заветом Не как две противоположных, враждебных Одна-другой части Писания А наоборот Как дополнение одно другого Как что-то полностью соответствующее Одно другому И вот мы читаем далее такие слова С 14 стиха Придя в дом Петров Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке И коснулся руки ее И горячка оставила ее И она встала и служила им Когда же настал вечер К нему привели многих бесноватых И он изгнал духов словом И исцелил всех больных Да сбудется реченное Через пророка Исаию Который говорит Он взял на себя наши немощи И понес болезни У нас есть телефонный звоночек Прежде чем мы поговорим об этом Коротком тексте Мы примем этот звонок Добрый день Назовите ваше имя, пожалуйста Вы в прямом эфире Мир вам С миром С миром И вот если бы не было Библию такая издать Чтобы не было написано Новый завет Вот просто продолжим продолжение Люди, наверное, и не вспоминали бы Такой мысль, что это не Обменено там Или что-то убрано Вот как вы думаете? Вполне возможно, да Может быть у людей было Меньше вот этого Какого-то непонятия Споров, да Это неразберихи Люди бы просто читали Слово Божие Как Слово Божие Как одну целостную книгу Где одна книга идет за другой Дополняет, раскрывает Предыдущие и так далее Поэтому Да, эту страницу Бог не помещал Нас уже не исправить Только новым людям Которые не знают ничего Дать ему такую книгу Которую без Насписи Новый завет Он так и поверит Да, но видите Я читал такие объяснения Что в древности Вообще Слова Библия не было Все книги были раздельны Но все это называлось Благой вестью И когда Пришел Спаситель И начал делать Исправление В том, в чем Искривлено было То опять же Это называлось Также Благой вестью И я только не помню В каком веке Это было принято То ли в восьмом веке То ли позже Было принято Называть Новый И Ветхий Но этого не было И потому И меньше проблем было Когда считалось Просто благой вестью Слово Божье Спасибо за ответ Спасибо Да, благодарим С Богом По отношению Этой главы Этой части главы Что Он сделал Такое дело Изгнал И знал Духов Своим словом И исцелял Всех больных Я хотел бы Обратить внимание На то Как Бог Через Пророка Исаию Говорил Именно За много-много Лет Есть такое Описание 35 главе Здесь говорится С 5 стиха Тогда откроются Глаза слепых Уши глухих Отвезутся Тогда хромой Скочит Как олень И язык Не могу Будет петь Ибо Пробьются Воды В пустыне И в степи Потоки И превратится Призрак Вод в озеро И жаждущая Земля В источники Вод В жилище Шакалу Где он Покоится Будет место Для трусника И камыша И будет там Большая дорога И путь По ней Назовется Путем Святым Нечистый Не будет Ходить По нему Но он Будет Для них Одних Идущие Этим путем Даже Неопытные Не заблудятся И если Обратить Внимание Пришло Время Исполнение Этого пророчества Когда Господь Совершал Подтверждение Того Что он Является Посланником Небес Он Совершал Эти Дела Которые Так сказать Подтверждали Что именно Он Потому что Даже К началу Первого Века Учители Торы И Мудрые люди Имели От Бога Откровение Что именно Знамения Которые Будет Совершать Мессия Это будет Очищение Прокаженных Это будет Изгнание Духов Злых Духов Немых Глухих И Слепых То Чего не могли Люди Сделать Будет Делать Именно Мессия И по Этим Знамениям По Этим Признакам Можно Будет Определить Что Именно Это Он И вот Он И совершает Эти Дела Которые Подтверждают Что Именно Он Посланник Небес Он Сын Божий Матфей Продолжает Своё Повествование Такими Словами Увидев же Иисус Вокруг Себя Множество Народа Велел Ученикам Отплыть На другую Сторону Тогда Один Книжник Подойдя Сказал Ему Учитель Я пойду За тобою Куда бы Ты не Пошел И говорит Ему Иисус Лисицы Имеют Норы И птицы Небесные Гнезда А сын Человеческий Не имеет Где Преклонить Голову Другой Из учеников Его Сказал Ему Господи Позволь Мне Прежде Пойти И похоронить Отца Моего Но Иисус Сказал Ему Иди За Мною И предостав Мертвым Погребать Своих Мертвецов Здесь Просто Можно Сказать Господь Видит Здесь Те Кто Так Сказать Порывались Он Видел Их Сердца И знал Кого Он Избрал И тому Кому Он Сказал Предостав Мертвым Погребать Своих Мертвецов Это Не Означало Что Отец Уже В самом Деле Умер Лежит На Постели И Как бы Иисус Не Позволил Ему Пойти Отца Похоронить Имелось Ввиду Как В одной Истории Я читал В одном Пояснении Что Именно Это Означало Подожди Господи Я пойду Пока Поживу С отцом Потом Отец Умрет Я его Похороню Получу Наследство Переоформлю Все А тогда Можно Идти За тобой Ну Такое Можно Здесь Было Видеть Что Мог Так Человек Располагать Но Господь Сказал Теперь Иди За мной Продолжая Чтение Евангелия От Матфея 8 главы Мы начнем С 23 стиха И когда Вошел Он В лодку За ним Последовали Ученики Его И вот Сделалось Великое Волнение На море Так что Лодка Покрывалась Волнами А он Спал Тогда Ученики Его Подойдя К нему Разбудили Его И сказали Господи Спаси Нас Погибаем И говорит Им Что вы Так Боязливы Маловерные Потом Встав Запретил Ветром И морю И сделалась Великая Тишина Люди Вы же Удивляясь Говорили Кто Это Что И ветры И море Повинуются Ему Да И здесь Дивное Дело Господне Проявлено И как Говорит Господь Что Вы Так Маловерны Значит Если Они Уверовали Что Это Господь Что Это Мессия И если Господь С ними Значит Им Не следовало Сомневаться И не следовало Бояться Что Они Погибнут И Потому Он Показал Им Свою Власть Устав Запретил Ветром И морю И сделалась Великая Тишина И люди Же Удивлялись Говорили Кто Это Что И ветры И море Повинуются Ему Если Смотреть В Писании То В Древних Писаниях Об этом Говорилось В 106 Псалме Есть Такое Выражение Он Превращает Бурю В тишину И волны Умолкают И Веселятся Что Они Утихли И он Приводит Их К желаемой Пристани И если Обратить Внимание На 50 Главу Пророка Исаии То Сам Он Говорит О себе Именно Такое Разве Рука Это 50 Глава 2 Стиха Разве Рука Моя Коротко Стала Для того Чтобы Избавлять Или нет Силы Во мне Чтобы Спасать Вот Прещением Моим Я Исушаю Море Превращаю Реки В пустыню Рыбы В нем В них Гниют От Недостатка Воды И Умирают От Жажды Я Облекаю Небеса Мраком И Вречище Делаю Покровом Йих Господь Бог Дал мне Язык Мудрых Чтобы Я мог Словом Подкреплять Изнемогающего Каждое Утро Он Пробуждает Пробуждает Ухо Мое Чтобы Я Подобно Учащимся Господь Бог Открил Мне Ухо И Я Не Воспротивился Не Отступил Назад Я Придал Хребет Мой Бьющим Ланиты Мои Поражающим Лицам Моего Не Закрывал От Поруган И Оплеван И Господь Бог Помогает Мне Поэтому Я Не Стыжусь Поэтому Я Держу Лицо Мое Как Ремень И Знаю Что Не Остану Тот Кто Превращает Реки В пустыню Тот Кто Утешает Море Утешает Ветры Приказывает Им Он Придал Хребет Свой Бьющим И Ланиты Поражающим И На вопрос Людей Кто Же Это Что И Ветры И Море Повинуются Ему Ясное Подтверждение Находим Писание Что Это Тот Кто Является Нашим Спасителем И Нашим Господом За что Ему Слава Аминь Слава Нашему Господу И Читая Историю За историей Читая Поучение За Поучением Которое Говорил Наш Господь Мы Не Перестаем Удивляться Насколько Оно Укоренено В том Что Написано Было Ранее В Писании Насколько Оно Соответствует Этому То ли Его Жизнь То ли Его Учение Снова И Снова Мы Убеждаемся В этом У нас Снова Есть Телефон И Звоночек Добрый День Представьтесь Пожалуйста Вы В прямом Эфире Это Петр Я Хотел Спросить У вас Вы Сейчас Упоминали Тот Случай Когда Человек Сказал Что И Иди За Мною И Говорит Позволь Мне Похоронить А Он Предоставь Мертвым Хоронить Своих Мертвецов Следовательно Этот человек Был Жив Жив В духовном Отношении Когда Он Когда Так И отчего Он родился Ведь это же было Еще до дня Пятьдесятницы Дух Святой Работал Во все Времена Начиная От Авеля И Продолжая Аж до Самого Того Момента Когда Прекратится Действие Духа Святого На земле И Начнет Совершаться Суд Господний Так что Мужи Которые Искали Господа Мужи Которые Стремились К Господу И были В близости С Господом Дух Божий Руководил Ими И Оживлял Их А А какой Признак Его Жизни Был Ведь Тот Который Хотел Идти За Ним И тот Даже И не Хотел Тот Фактически Тот Сказал Что Ну Я Хочу Сначала Похоронить Своего Отца Потом Я пойду Но Какой Был Признак Того Что Этот Жил В чем Была Суть Это Определил Только Сам Спаситель Нам Нельзя Определить Он Видел Его Внутренность Он Видел Его Стремление И того И другого И Потому Тому Сказал Одно А Тому Сказал Другое Он Сказал Потому Как Он Видел Человека Как Господь Значит Сейчас Невозможно Определить А кто Жив А кто Нет Мы Люди Можем Ошибиться Можем В чем-то Определенно Сказать Но Можем Ошибиться А Господь Не Ошибался И Не Ошибается Он Видит Точно Но Ведь Церковь Должна Человека Приводить К Богу И Она Наверное Должна Определять Иметь Какие-то Способы Определения Человека Чтобы Потому что На ней Жит Ответственность За каждую Душу Правильно И если Руководствоваться Силою Духа Святого То Дух Святой Конкретно Будет Указывать И Будет Вести Того Или Или И 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 Конечно Мы Можем ошибаться Как Брат Александр Сказал И Поэтому Важно Иметь Откровение Духа Святого Вот Христос Имел Дух Святой Который На нем Пребывал Который В нем Был И Он Знал Что В Человеке Не Имел Нужды Чтобы Кто-то Говорил Ему О Человеке Это Очень Важно Но В то же Время Есть То Что Написано В Слове Божьем Что Открыто В Слове Божьем И Есть Определенные Признаки Рожденного Свыше Человека Вот Вы Хороший Вопрос Задали А Как же До Дня Пятидесятницы Знаете Что Многие Праведники Жившие До Дня Пятидесятницы Это Были Люди Которые Были Живы Перед Богом И Мне Понравилось Как Кто-то Однажды Сказал Что Один Из Признаков Жизни Это Жажда То есть Жажда Это Признак Жизни Вот Когда Мы Читаем Псалмы Мы Видим Жажду Божьего Человека Например Давида По Богу Этот Человек Был Живой Пред Богом Он Не Был Мертвый Когда Никодим Пришел К Иисусу Христу Это Третья Глава Иоанна И Христос Начал Ему Говорить Начал Ему Говорить О Рождении Свыше И Он Не Понимал То Что Он Говорит И Христос Ему Говорит Ты Учитель Израиля Этого Ли Не Знаешь То есть От Него Ожидалось Что Он Должен Знать Это Он Должен Знать О Рождении Свыше Что Это Такое В чем Оно Выражается И Проявляется И Действительно Пророки Об этом Говорили И Вот Когда Мы Смотрим На Новый Завет То Мы Видим Что Есть Определенные Признаки Рожденного Свыше Человека И Один Из Первых Признаков Это Свидетельство Духа Святого В Дух Человека Что Человек Является Детем Божьим Например В 1 Иоанна В 5 Главе Сказано Верующий Свидетельство Сие Состоит В том Что Бог Даровал Нам Жизнь Вечную И Сия Жизнь В Сыне Его То есть Человек Имеет Свидетельство В Себе Самом И Апостол Павел Что-то Подобное Говорит И в Послании К Римлянам И в Послании К Галатам Например К Римлянам 8 глава 15-16 Он Говорит Так Потому Что Вы Не Приняли Духа Рабства Чтобы Опять Жить В Страхе Но Приняли Духа Усыновления Которым Взываем Авва Отче Сей Самый Дух Свидетельствует Духу Нашему Что Мы Дети Божьи И Галатам 4-6 Тоже Подобный Стих Записан Также Победа Над Миром Тот же Иоанн Пишет В своем Первом Послании Ибо Всякий Рожденный От Бога Побеждает Мир И Он Объясняет Чуть Чуть Ранее В своем Послании Что Он Имеет Ввиду Ибо Все Что В мире Похоть Плоти Похоть Очей И Гордость Житейская Не Есть От 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 Мира Сего И Бога Не Делает Греха То есть Вот Эти Признаки Они Есть Писание И Больше Всего Именно Почему То В первом Послании Иоанна Написано Признаки Рожденного Свыше Человека Еще Один Признак Это Наличие Любви К Другим Верующим Иоанн Тоже Пишет Об Этом Первом Своем Послании В Четвертой Главе Седьмой И Восьмой Стих Возлюбленные Будем Любить Друг Друг Потому Что Любов От Бога И Всякий Любящий Рожден От Бога И Знает Бога Ну Еще Один Признак О котором Можно Сказать Или Повторить Как Мы Уже Говорили Это Жажда Бога Жажда Общения С Богом Человек Живой Он Жаждет Общения Со Своим Создателем Например В 41 Псалме Сказаны Такие Слова Как Лань Желает К потокам Воды Так Желает Душа Моя К Тебе Боже Жаждет Душа Моя К Богу Крепкому Живому Когда Приду Явлюсь При Лице Божия Вот Эти Признаки Рожденного Свыше Человека Это Жажда Общения С Богом Это Наличие Любви К Другим Верующим Это Праведная Жизнь Это Победа Над Миром Это И больше Признаков Рожденного Свыше Человека Но это Те О которых Мы Только Что Поговорили Показали Их И Больше Всего О них Написано Еще раз Повторю В первом Послании Иоанна Когда же Мы Говорим О Дне Пятидесятницы То Я хочу Сказать Что Это Не было Рождение Свыше Это Было Что-то Другое Иисус Говорит Вы Примите Силу Когда Сойдет На вас Дух Святой Они Уже Были Спасенными Людьми Их Имена Уже Были Записаны На Небесах Но Им Нужно Было Вот Это Обличение Силой Свыше Как Он Говорит Лука Нам Записал В своем Евангелии Вы же Оставайтесь В Городе Иерусалиме Доколе Не Обличетесь Силою Свыше Я думаю Не Нужно Путать Эти События Или Эти Состояния Рождение Свыше И то Что Произошло В день Пятидесятницы Брат Александр Вы еще Хотели бы Что-то Добавить Я думаю Достаточно Достаточно Да Мы очень Подробно Ответили Я думаю На этот Вопрос И Благодарим За этот Вопрос А теперь Давайте Снова Обратимся В текст Который Мы Исследуем Читаем Евангелие От Матвея Восьмая Глава И С Двадцать Восьмого Стиха И Когда Он Прибыл На Другой Берег Страну Гиргисинскую Его Встретили Два Бесноватые Вышедшие Из Гробов Весьма Свирепые Так Что Никто Не Смел Проходить Тем Путем И Вот Они Закричали Что Тебе До Нас Иисус Сын Божий Пришел Ты Сюда Прежде Времени Мучить Нас Вдали От Них Паслось Большое Стадо Свиней И Бесы Просили Его Если Выгонишь Нас То Пошли Нас Стадо Свиней И Он Сказал Им Идите И Они Выйдя Пошли В Стадо Свиной И Вот Все Стадо Свиней Бросилось С крутизны В море И погибло В воде Пастухи же Побежали И Придя В город Рассказали Обо Всем И О том Что Было С Бесноватыми И Вот Весь Город Вышел Навстречу Иисусу И Увидев Его Просили Чтобы Он Отошел От Пределов Их В этом Утрывке Просто Еще раз Еще раз Убеждаемся Что Это Тот Кто Берет На Себя Все Тяжести Все Болезни Все Проблемы И Именно В этом Отрывке Показано Что Те Кто Подвергся Такому Несчастью Иисус Сострадая Пришел Туда Так Сказать Видно Из этого Отрывка Просто Специально Ради Этого Дела Пришел И Люди Устрашились Убоялись И Отправили Его И Он Тут Возвращается Обратно То есть Вместо Того Чтобы Увидевши Это Дело Которое Совершил Спаситель Обратились Бы К нему Взыскали Бы Его Приглашали Бы Его Жаждали Бы Как Говорилось Нуждались Бы В нем На Отборот Устрашились Из страха Отправили Его И И Вот Из Этой Главы Сколько Мы Могли Рассуждать Значит Мы Видим Действия Божьи И Предопределение Божьи Предопределение Через Пророков Через Моисея Переданное От Господа А В свое Время Исполняющиеся И Даже Здесь Видим Действия Господня Как Он Сказал Об Этом Человеке Сотнике Именно Здесь Показано Что Определение Давно Было У Всевышнего От Начала Призвать И Язычников И Здесь Как Он Говорит Многие Придут От Востока И Запада И Возлягут С Аврамом Исааком Яком В Царстве Небесном И Многие Подчеркивают Вот Этот Двенадцатый Стих А Сыны Царства Извержены Будут Во Тьму Внешне Там Будет Плач И Скрыжет Зубов Говорят Это Именно Христос Провозглашал Замещение Отвержение Сынов Израилевых И Принятие Язычников Нет Это Только Как Предупреждение Если Сыны Царства Будут Вести Себя Так Как Вели Они В тот Момент Его Учения То Будут Извержены Это Было Как Предупреждение А Не Как Возвещение Замещение И Я Хотел Бы Сказать Что Вообще До сих пор Исследуя Писание Все Больше Убеждаемся Что Высказывание Людей Которые Говорят Что Нам Не Нужен Ветхий Завет Для Спасения Нам Достаточно Нового Это Является Неправдой Нам Нужно Внимательно Исследуя Писание С Божьей Помощью Разобраться Что В свое Время Исполнилось Что Исполняется И что Будет Еще Исполняться Из То Что Сказано В Торе Пророках И Псалмах Хочу Заметить Что На каждое Учение Нашего Спасителя Подтверждений Нам Намного Больше Чем Мы Здесь Привели Но Не Записаны Но Не Записаны В связи С тем Что Не Достает Просто Времени Вот Как Сейчас Уже Остается Несколько Минут А Мы Еще Хотели Бы Много Сказать Так И По Этому Поводу Мест Писаний Или Подтверждений Намного Больше Но Я Лично Стараюсь Хотя бы Кратко Показать Насколько Заботлив Наш Всесильный Бог Насколько Он Бодрствует На Своем Словом Чтобы Исполнить Его Своё Время И Следуя Убеждаемся Слово Бога Вечно Завет Бога Вечный И Потому Будем Внимательно Исследовать Писание Пророков Тору Чтобы Уразуметь Истину Божью Для Себя Потому Что Как В Торе Как Пророках И Во всех Писаниях Виден Дух Мессии Дух Спасителя Нашего И Все Те Кто Говорили На Эту Тему Как Мы Приводили Пример Я Хочу И В Заключение Сказать Как Записано У Экклесиаста В 12 Главе 11 Стих Я Прочитаю Слова Мудрых Как Иглы И Как Вбитые Гвозди И Состовители Їх От Единого Пастыря Так Что Был То Мойсей Были То Пророки Были То Мудрые Люди Как Соломон Сирахов И Йов И Другие Праведники Которые Наполнены Были Премудростью Божьей Выражали Эти Мудрые Слова Все От Единого Пастыря За Что Слава Господу Аминь Да Слава Господу За Это Наша Передача Действительно Приближается К Окончанию И Сегодня Мы С вами Рассматривали Восьмую Главу Евангелия От Матфея Которая В Своем Основном Контексте Она Содержит Именно Описание Чудес Нашего Господа Иисуса Христа Здесь не так Много Его Учения Как Много Описано Его Чудес И Что Удивительно Что мы Могли Увидеть Сегодня На что Я еще Хочу Обратить Своё Внимание Что Каждое Чудо Которое Здесь Записано Каждое Событие Которое Здесь Описано Оно Глубоко Укоренено Еще раз Скажем Это В том Что Бог Говорил Ранее Чему Он Учил Ранее В Священных Писаниях То есть Когда Мы Говорим Об Очищении От Проказы Мы Видим Что Бог Говорил Об Этом Ранее И Мессия Этому Не Противоречил И Если Кто-то Отвергает Скажем Учение Божье Данное Ранее И Говорит Это Мне Не Нужно То Я Хочу Сказать Что Без Понимания Этого Учения Без Понимания Того Что Бог Говорил Понять Величие Нашего Господа И Спасителя Иисуса Христа Невозможно До конца Понять Его Чудеса Невозможно До конца Понять Его Слова Почему Он Говорил Так Не Иначе Если Человек Ни разу Не Потрудился Чтобы Прочитать О проказе В книге Левит О законах О проказе Как он Может Понимать Те слова Которые Сказал Христос Смотри Никому Не Сказывай Но Пойди Покажи Себе Священнику И принеси Дар Какой Повелел Моисей Восвидетельство Им Может Кто-то Скажет Ну Это Не Так Важно Но Вы Знаете Все Что Касается Нашего Господа Оно Важно Иначе И Господь Не Поместил Это В Священном Писании В книгах Нового Завета В Евангелиях Оно Все Нужно Для Нас Все Что Написано Написано Нам Назидание Говорит В свое Время Апостол Павел И поэтому Оно Все Нужно Оно Все Важно Когда Мы Читаем Любую Книгу Есть Люди Которые Любят Читать Есть Конечно Люди Которые Вообще Не Любят Читать Может Быть Ни Одной Книги Не Прочитали За Всю Жизнь Но Все Так Большинство Людей Наверное Прочитали И Ни Одну Книгу За Свою Жизнь Так Вот Когда Мы Начинаем Читать Любую Книгу Откуда Мы Обычно Читаем Эту Книгу Мы Начинаем Читать Сначала Не Правда Ли Ну По крайней Мере Так Поступает Большинство Здравомыслящих Людей Они Начинают С первой Страницы И Перечитывают Эту Книгу До Конца Почему Потому Что Когда Не Прочитать Начало Очень Трудно Иногда Понять Средину Или Конец Хотя Есть Люди Которые Не Могут Выдержать Не Имеют Терпения Они Может Быть Прочитают Часть Первой Страницы И Потом Смотрят Последнюю Страницу Чем Же Книга Закончится Хорошо Она Закончится Или Плохо Да Такое Есть Но В основном Здравомыслящие Люди Которые Хотят Чему Поучиться Что То Узнать Которые Хотят Ближе Познакомиться И с Автором Этой Книги Через Эту Книгу И с Персонажами Этой Книги Они Начинают Читать Сначала И Господь Своей Премудрости Дал Нам В Начале Своей Книги Библии Именно Книги Закона Это Пятикнижья Моисеева Потом Исторические Книги Которые В Еврейской Традиции Называются Ранними Пророками Потом Книги Писаний Книги Премудрости Поэзии Потом Пророческие Книги И только Затем Нам Даны Книги Нового Завета Почему Эта Последовательность Очень Важна Хотя Апостол Павел Говорит Что Когда Люди Обращаются К Мессии К Христу То Тогда Покрывало Снимается Которая Лежит На них При чтении Ветхого Завета Но То же Самое Можно Сказать И наоборот Когда Люди Знают Священное Писание И апостол Павел Писал Я Пишу Знающим Закон Тогда Легко Они Могут Понять Учение Нашего Господа Буквально Недавно На днях Я Слушал Свидетельство Одного Человека Который Был Еврейским Равеном Он Очень Хорошо Знал Писание Он Знал И Равенские Многие Предания Традиции Учения И вот Когда он Взял Читать Евангелие От Матфея Ему Было Очень Легко Читать Это Евангелие Он Удивлялся Насколько Оно Соответствует Тому Что Бог Говорил Ранее И Он Уверовал Христа Просто Через Чтение Евангелия От Матфея Он Увидел Что Это Книга Которая Ничем Не Противоречит Закону Божьему Пророкам Божьим А наоборот Он Увидел Полное Соответствие А Почему Это Случилось В его Жизни Потому Что Он Знал Писание И Наша Задача И Наша Цель В наших Радиопередачах Показать Вот Это Именно Евангелие От Матфея До Сих Пор Мы Поговорили По Некоторым Главам До Восьмой Главы Если Будем Живы Господь Позволит То Далее Мы Будем Говорить Уже По Девятой Главе По Последующим Главам Напоминаем Что Вы Можете Слушать Наши Радиопередачи По Понедельникам И Средам С Трех До Четырех После Обеда На этом Мы Должны Попрощаться С вами С Миром Божьим И До Следующих Встреч В Эфире Да Благословит Вас Всех Господь С Богом С Богом